Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! 3 декабря в городе Запорожье состоялся командный чемпионат мира по силовому экстриму. Очень много форс-мажоров было в межсезонье. Такие месяцы не самые удобные для соревнований стронгменов в декабре. Все отдыхают в основном, очень тяжело было собрать команды за короткий срок. Тем более веса серьезные, они соответствуют уровню чемпионата мира. Не так много стран, которые на этом уровне могут выступать. Поэтому именно проблема была в организации непосредственно из-за того, что не сезон. А что для вас такое командные чемпионаты мира и Европы? Для меня это вообще эти проекты как дети. Потому что потребовалось определенное количество времени, чтобы к этому прийти. Нужно было вырасти как организатору, обрасти связями, так сказать. Должна была появиться сильная команда, чтобы был стимул проводить их. Наша мотивация, это мы сами действующие спортсмены, я действующий спортсмен. Моя мотивация в первую очередь это то, чтобы Украина стала сильнейшей в мире. В этом весе. Почему бы и нет? Почему не продолжить славные традиции, которые у нас были в супертяжелом весе, в 105-й весовой категории? Тем более, когда собралась такая целая плеада у нас в Украине. Я очень хочу, чтобы в следующем году наш импульс подхватили другие страны. Мы над этим работаем. Я очень хочу, чтобы в следующем году прошло где-то за границей. И мы выехали, выступили там, потому что мы уверены в своих силах. Ты приходишь на змагания, ты бачишь, что цены найкращие, и тебе нужно ростать. А не стоять на месте. То есть такие чемпионаты света, и для нас, по-перше, мотивация, по-друге, стимул заниматься и прогрессировать. В команде всегда гораздо интереснее выступать, потому что это поддержка товарищей. Если даже ты в чем-то где-то проваливаешься, ребята всегда тебя поддерживают. Хоть декабрь месяц не совсем, скажем так, форматный для Стронга, но все ребята готовились, все команды готовились. Это было по соцсетям видно. Мы заявляем о себе теперь не только уже на помостах и арене Украины, а теперь еще и на международной. Я очень рад, что Федерация ФСЕУ собирает плечом к плечу настоящих патриотов, настоящих бойцов. Переполняет просто чувство за Федерацию и гордость, конечно же, за свою страну. Вот что это для меня в первую очередь. Командный чемпионат мира, как и любые соревнования по силовому экстриму, начался с процедуры взвешивания. На взвешивание присутствовали атлеты из всех пяти команд, принимающих участие в чемпионате мира. Грузия, Канада, Норвегия, Украина и Чехия. Еще должна была приехать сборная Ирана, но, увы, им не дали визу в Украину. Итак, сперва всех познакомили с судейским составом. Затем раздали футболки национальных сборных. Рассказали и показали нюансы техники упражнений. Ответили на все вопросы и пригласили на взвешивание. В конечном итоге все спортсмены благополучно влезли в 105-ю категорию. Хотя и не все с первого раза. Затем ведущий Александр Сорокин записал нужную ему информацию о каждом спортсмене. И все дружно отправились на завтрак. Я иностранцев, но другой, но для вас так себе, да нет, что не получится. Ой, когда все это кончится. Жаль, что для того, честно, приехать в сборную Польши. Потому что я лично рассчитывал, что мы реваншируемся за Европу. Была такая заруба, которую даже никто не ожидал. И тот уровень, который показали команды, которые участвовали, это высочайший уровень. На прошедшем два месяца назад командам в чемпионате Европы сборная Украина завоевала серебро. Уступив команде Польши всего лишь полбала. Украина стала третьей в эстафете, проиграв Польшу менее одной секунды. Уверенно выиграла Луглифт. Стала второй в прогулке Фермера, снова проиграв Польшу около секунды. Показала полное доминирование в дамбле. Заняла третье место в упражнении Arm over Arm, уступив Литве и все той же Польше. И, лидировав после пятого упражнения на полбала, в напряженнейшей борьбе уступила Польше в заключительном шестом упражнении. Нас этот результат в крайней степени не устроил, потому что проиграть два упражнения, когда лимит времени 3 минуты на одну секунду, но это, как вы знаете, не совсем правильно и нас это вообще не устраивает с нашими амбициями. Мы были очень мотивированы, мы именно даже с ребятами, честно сказать, после этого досадного поражения, даже больше ждали просто реванш с Польшей, чем стать чемпионами мира. Мы больше хотели даже реваншироваться с Польшей, чем стать чемпионами мира. Поэтому мы, конечно, очень расстроились, что команда Польши не приехала. Но это спорт, всякое бывает. Два человека травмировались, остальные задействованы в других мероприятиях, мы захотели замены делать. На Европе была одна вправа, которая реально у Тарея называется, это Arm over Arm. Там не завжди, там сила, ничего, это относительно сила, то есть, скажем так, там больше решает твоя властная масса и сила кисти. Это не есть там вправа, которая означает не с другим человеком, не с другим командой. Может быть, мы не тренували просто эту вправу, поэтому мы ее проиграли. Она стала для нас преломной. Мы за рахунок всего и проиграли сами змагания, через то, что мы стали третьим в Arm over Arm. Я ощущаю на данный момент, что все мы за эти два месяца подготовки просто стали еще более профессиональными. В принципе, мы сильные были и на чемпионате Европы, просто немножко не хватало слаженности команды, но выводы были сделаны. Главное не допускать ошибок, торопиться, потому что вот те же присед с акселем, вырвавшийся из рук шар, там неправильно положенный на плечо дамбл, это все ошибки, которые приведут к потере какого-то времени либо результата. А теперь перейдем к соревнованиям. Первое упражнение эстафета, в котором принимали участие все четыре атлета от каждой команды. Первой выступала команда, которая на жеребьевке досталась бумажка с цифрой 1. О, мой Бог, ты прекрасно! Это первое место. Ну что же, Валерий, сейчас посмотрим. Давайте, пожалуйста, мы будем! Есть, Сюхот, 380 км, это не легко, но для него это просто игрушка. Давай, удачи, давай! Он бьем возрешается, чтобы приобретать к соревнованиям. Я советую, Валерий Казаев, врача, 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 врача. Есть! На руки где-то припадает порядка 150 кг, 800 кг тачка. И последняя дистанция Виталий Красько, врача, чемпионат мира! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Есть! Вы довольны? Первые выступили. Ну, пол очень скользкий. Дубовой он упал. На покрышке видно не было ему. Не хватало сцепления ногами. Поэтому, ну, я видел темп, он очень, ну, может быстрее. Где-то он из-за скользкого пола, глянцева. Я думаю, на пяти повторениях секунды дуэ потерял. Ну, в остальном, в принципе, очень хорошо. Пока я доволен, но остаться довольным можно тогда, когда мы стоим первым в этом упражнении. Сейчас посмотрим, как другие команды учат. Эстафета, четыре оставшиеся команды. Время Украины 1.16.69 мы можем видеть у себя на экране. И первое упражнение супер-йог. Гигантское карамысло весом 380 килограммов. Самое тяжелое упражнение. И впереди у нас Канада и Чехия. Кто же из них выиграет? И мы видим и джеткадовщик из Чехии, заканчивая дистанцию. И бежит передать эстафету. Обязательно коснуться надо партнера по команде. И второе упражнение у нас с тачкой. И канадцы тоже заканчивают. Буквально на несколько метров отстают от Чехов. А в это время Норвегия, Грузия борется с тяжеленным карамысом. Вот уже Валерий Газаев поддерживает грузинов. Дает наставление. В это время Чехия уже сделала один оборот покрышки. И буквально на этот оборот отстает от них команда Канады. Вот у нас два лидера. Норвежцы наконец-то уже закончили бороться с карамыслом. И переходят к тачке. И достаточно уверенно и очень быстро второй норвежец, второй член команды катит эту тачку. В это время Чехия уже заканчивают пять оборотов покрышки весом 360 кг. И четвертое упражнение у нас это трекпул. Самое зрелищное, но по словам самих спортсменов, одно из самых легких. Порш КН активно поддерживает спортсмены по команде, партнеры Чеха. Он бедняга запутался в стропах, но уже кое-как дотянуть эти последние метры. А канадец на четвереньках уже борется. Стоп! И Чехия заканчивает дисциплину, заканчивает эту стафету. Но время похуже, похуже, чем у команды Украины. И это не может не радовать. Канада также заканчивает. А Норвежцы наконец-то переходят к четвертому упражнению. Это трекпул. А Грузия с помощью Валерия Газаева уже борется, борется с Карамысом. Еще буквально несколько сантиметров недотянув Чегладзе. Спортсмен из Грузии самый опытный. И наконец-то грузины могут перейти ко второму упражнению. Тогда как Норвежцы уже заканчивают эстафету. С третьим временем и все четверки. И скажу сразу, лимит времени у нас 3 минуты. И за это время грузинам удается прокатить тачку на 14 метров. Теперь я доволен. Довольный первым местом? Рано еще о чем поговорить. До конца! До конца! А вот и наши болельщицы. За кого пришли болеть, кого поддержать? Газаева, конечно. Украин? Конечно! Что мы им пожелаем? Победы любым способом. Любым? Силой духа. И чтобы не было травм. Это главное. Победа и только победа. Второе упражнение. Подъем 130-килограммового акселя на максимальное количество повторений за 3 минуты. Спортсмены команды Грузии за установленное время не смогли поднять снаряд ни разу. А сборная Канады показала результат 2 подъема. Какую команду считаете самым серьезным конкурентом? Я думаю, на данный момент времени это Канада. Норвежка. Норвегия, Норвегия. Самый везучий стронмен из всех, кого я знаю, это Иджит Кадалчик. Самый везучий. После того, как у него проходят соревнования, он очень везучий. Поэтому, я думаю, и удачи и завтра и будет Чехии сопутствовать. И что-то, какую-то небольшую маленькую сенсацию они тоже могут приготовить. Ну что же, дамы и господа. Противостояние Норвегии и Чехии. Противостояние Норвегии Противостояние Норвегии Противостояние Норвегии Ты уже выступал в десятом году в один командных чемпионатах против сборной США и Европы. Чем отличаются конкретно те чемпионаты и этот? Все выросло. Снаряды выросли, атлеты выросли, грамотность подготовки выросла. Только спонсорская помощь, к сожалению, не выросла, все хуже и хуже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Итак, Чехия обходит Норвегию. А теперь давайте узнаем, на кого же в этом упражнении делает ставку команда Украины. Это подъем акселя, в котором Олег реально может показать хороший результат, так как он бывший тяжелоатлет. Олег Пылыпяк с его тяжелоатлетической техникой. У него рекорд Украины в супертяжелом весе при весе 112 кг в акселе. То есть за минуту он сделал 140 на 6 и это был не предел. Поэтому он у нас основная ударная сила именно в акселе. Все так. Но перед чемпионатом Европы, для того чтобы войти в 105 категорию, Олегу пришлось менее чем за месяц сбросить около 8 кг. И в подъеме бревна это сказалось. А в этот раз… 3,5 тижня я гонял 15 кг. Это было пекло, это было по 10 тренуваний в тиждень. Это виток четверо субота по два тренувания. Одна из них кардио 2 годины, а другая силовая, звичайно вправа, которая будет на соревнованиях. Сейчас увидим, насколько такой резкий сброс веса повлияет на результат Олега в акселе. Украина, пора! Я думаю, что это звезда, которая запылает очень ярко и очень скоро. Он у нас молодой, задорный. У нас, мы все, нам уже за 30 лет Олегу 21, да. Потенциал просто колоссальный. В. Gang. С street shot. Впишись! Никто что ставит? В. şarj Жизнь. Блины! 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 Если так получится, что мы будем иметь и последнее, мы сделаем буквально на одно повторение. Последнее упражнение, как показал чемпионат Европы, может нанести определенные нюансы. Поэтому лучше поберечь силы. Блины! 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 Мне кажется, ты один смог бы больше чем тринадцать сделать. Да, но сейчас еще приседания. Сейчас пресса самая тяжкая вправа. И что мы заработаем покладаться, мы не присядем нормально. Скорость у тебя была нереальная. Я люблю эту вправу. Я люблю, на жаль, не найкраще себя почуваю, но он не тяжкий. Можно работать, можно было работать. Даже сбросив 15 кг, такая скорость, так легко. Молодец! Отлично! Фронтальные приседания, да? Это коварное упражнение. Я уверен, что будет очень много заминок. Играет музыка. Играет музыка. Ми-этиumba отдыхая певец John Играет музыка. Ш protegера. Эти моменты. С容о! Этотaur мэплока. Един, эх. Продолжение следует... 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 за возможность тренироваться. Я тренируюсь на базе одного из самых старейших вузов Луганской области. Для меня это очень важно. На базе Института Химических Технологий. Вы новое меня дали в городе Рубежном. Огромнейшее спасибо за то, что люди понимают, что такое спорт. Руководство держат, тренируются дети, тренируются студенты. Благодаря тому, что я работаю рядом с молодыми, я сам еще все-таки поддерживаю в плохом форме, выступаю в таком ране. Это двигатель. Поэтому огромное спасибо. Как я считаю, сейчас четверка сильнейших на данный момент атлетов, которые и на чемпионате Европы были, и сейчас на чемпионате мира. Дубовой, Герасимов, Пылыпя, Газаев. Валерий, как наши дела? Четыре упражнения из пяти выиграли. Все нормально. Сейчас попробуем абсолютное доминирование показать. Мы готовились, мы готовы. В принципе, приседаниях ваксили. Не вылаживались. Саша сделал работу за нас приседания. Ваксили, ребята, тоже так в легкую сработали. Дамбли вылаживались. Какая тактика была в дамбли? Что именно ты на первые два веса? Не, ну тактика была... Мы не ставили тут задачи, когда уже поняли, что мы доминируем. Не ставили задачи рекордов, но каких-то. Тактика была сделать больше, чем что-то в девять надо было повторений, да, сделать. Ну, потом поняли, что очень легко идет. У нас, для нас троих, это коронная дистрибрира дамбли. И решили просто поработать так, продышаться. В пятом заключителем упражнений Манхут Стоунс Грузия перебросила шар два раза. Весьма неплохие результаты показала Канада и Норвегия. За три минуты команда Канады перебросила 160-килограммовый шар 16 раз, а команда Норвегии 18 раз. Какая задача стоит на шарах? Выиграть. За рекордом нации не будем, конец сезона. Не будет, нет. Нет, тяжело, мотивации нету, честно. Мотивации, рекорд. Шар 160-26 в повторении, это должен быть очень серьезный эмоциональный заряд и подъем. Сейчас уже борьбы как таковой нету, такого заряда мотивации нету, поэтому наша задача просто пятое упражнение спеть и выиграть, и все. И вот, началась последняя стройка, последний бой. Прошу мотивируют, последний бой. Время, как. И вот это тет! Плют 돼 лешется. Нnous nail direk. Давайте на слева! Давайте! Представляешь, aż 50- Queries не просто есть одна висят alternpokeira. Как лёгкий, просто плюшный перфину забрасывая в настоящий символографии. Валерий Казаев! Возвращался в вашем чемпионате Морчите! Валерий Казаев! Катушка, Валерий Казаев! О, Кулакак! И Жиганучи! Друзья, ну это просто... Я не знаю, взрывает весьма первая стрелка. Ну да, это 6 Ang. Илья. Конец. Ребята, ну вон. Илья Бред. 40 секунд 10 секунд Как мы видим, благодаря отличному результату, показанному в пятом упражнении, команда Норвегии обошла команду Чехии, лидирующую на протяжении всех соревнований. Ну а для того, чтобы я тоже был очень счастлив, подписывайтесь на канал Heavy Sport, ставьте свои лайки и нажимайте на колокольчик.